В последнее время популярность пластиковых карт и электронных платежных систем резко возросла. Современному человеку карта дала возможность оплачивать услуги и делать покупки через интернет-сайты в любой момент. Однако это не всегда безопасно. В прошлом году в Губкинском было зарегистрировано 59 случаев мошенничества. С начала этого года еще два. Превладают мошенничества с применением сети интернет. Так, к примеру, граждане, увидев в сети интернет сайт с более дешевым товаром, которым является, может, и автомобильная техника, а также другие различные товары, авиа, ЖД-билеты, то созвонившиеся с продавцами данных товаров перечисляют сами граждане полную стоимость данных товаров. Для кражи денег через интернет мошенникам достаточно только узнать номер карты, срок ее действия и код безопасности. Интернет-технологии, они тоже не стоят на месте, развиваются технологии по обмену данных. Соответственно, мошенники, пытаясь найти новые способы заработка, лазейки, они тоже пытаются какими-то методами под это подстроиться и пользуются всеми нововведениями и развитием технологий. Кроме того, в последнее время мошенники от имени сотрудников банка рассылают СМС и звонят по телефону с просьбой сообщить информацию о реквизитах банковской карты, после чего, получив ваши персональные данные и коды безопасности, снимают денежные средства. Ни один сотрудник банка, любого банка, он не будет просить вас вводить какие-либо данные на банкомате. Это сразу мошенничество. Вы можете просто прийти в банк, либо позвонить по тому же номеру контакт-центра и сообщить о том, что вот вы, возможно, могли стать жертвой мошенника. Чтобы уже полиция могла реагировать не по факту того свершившегося события, а до этого момента. В случае, если преступникам удалось снять с вашего счета деньги, первое, что нужно сделать, срочно заблокировать карту. Затем написать заявление в банк и в полицию. Тогда у вас может появиться минимальный шанс вернуть сбережения. Возврат таких средств, наверное, менее 1% составляет. Потому что мошенники, то есть, говорю, они готовы к совершению этих мошеннических действий, они переводят деньги, допустим, сначала на одну карту. Эта карта может быть выпущена на какое-то вообще стороннее лицо, непонятно. С этой карты они переводят потом на другую. Третью. Это может быть последовательность из 10-15 карт. Это могу по опту сказать. Чтобы не допускать такую ситуацию, потому что процент возврата, и когда данных мошенников сотрудники полиции ловят совместно с банком, он минимальный. Если вы решили сделать покупку через интернет, сотрудники банковских служб рекомендуют использовать отдельную пластиковую карту банка, поддерживать на ней нулевой баланс и пополнять лишь перед конкретными покупками через интернет. Елена Канина, Илья Квасов, Алексей Магин. Новости Губкинского.